Лето по-венециански. Именно так окрестили нынешнее теплое время года жители более двух десятков сел Забайкаля, оказавшихся на этой неделе во власти разбушевавшейся водной стихии. На какие районы удар пришелся сильнее и как справлялись жители с наводнением, расскажет Любовь Хорошего. Этот звук в доме Гусликовых уже стал привычным за последние несколько суток. Насосы, которые раньше использовались только для питьевой воды, теперь с утра до вечера откачивают грязную воду из огорода. А по самому подворю ходить можно только в резиновых сапогах. Прямо водопад натуральный, степло трассы шел. Оттуда с речки как прорвало, видимо, там с трех сторон. Вот оно все, как в яму какую-то. Бегала, пока затыкала тут, думаю, отдушина, чтобы в дом хоть не пошла. А она оттуда с дороги все окружила. Все началось в понедельник. Сливня, который не прекращался в течение пяти часов. Вода в реке Алиур, обычно мелкая и спокойная, пребывала прямо на глазах. Буквально за пару часов уровень воды с 80 сантиметров достиг двух, а кое-где и трехметровой отметки. И река вырвалась на свободу, заливая низины, дороги и улицы. Мы выехали, мобилизовали средства и силы. Привлекли предпринимателей, технику, силы. Была осыпка территории, части поселка. Подошла вода вплотную и к автомобильной дороге, ведущей от федеральной трассы в районный центр. Встретив преграду, водный поток неожиданно развернулся в сторону поселка. Пришлось срочно принимать меры. Пригнали погрузчики, погрузчикам. Сделали буквально маленькую канавку. Все остальное сделала вода. То есть пошла сплошным потоком и вымывала вот этот участок. Тем самым мы сняли часть нагрузки на поселок, чтобы на поселок было меньше воды. Промойна около 20 метров шириной, глубину пока никто не замерял. На восстановление дорожного полотна потребуется немало сил и средств. А масштабы всеобщего урона администрации района еще предстоит выяснить. И оказать посильную помощь населению, пострадавшему от наводнения. Но в том, что бедствие стихийное, многие жители сомневаются. Бутует мнение, что это Жирикенский ГОК произвел сброс технической воды. Руководство комбинанта отвергает такую версию, как абсолютно нелепую. У нас существует дефицит воды в хвостохранилище. И мы вынуждены были даже принимать воду в хвостохранилище, для того, чтобы поднять уровень для дальнейшей работы. Так как оборотная вода используется для повторного, повторно используется для обогащения на фабрике. Глядя на это мертвое песчаное озеро, сложно представить, что оно может обрушить в низину двухметровый вал воды. Но это как раз таки способна именно стихия. Село Бушелей, например, на трое суток оказалось отрезанным от внешнего мира. Мощный поток воды снес водно-пропускные сооружения на пути к деревне. Вследствие того, что проходимость уложенных труб, которые не позволяли этой воде достаточно быстро уходить, произошел разрыв трассы. Земельное полотно в размере метров 30 произошел обвал. И весь водяной вал ушел на поселение Бушелей. В селе затопило 21 дом. Огороды на дворной постройке буквально плавали в воде. 65 человек были эвакуированы в безопасную зону. Трое суток жители не могли выбраться из деревни. Пока не было налажено транспортное сообщение для доставки продуктов и предметов первой необходимости. Как только вода спала, люди начали возвращаться домой. В том, что огромные потоки воды явления природные, точно не приходится сомневаться с супругом Сторожевым, живущим в селе Улиакан. Живут далеко от реки, но очень близко к железной дороге, водоотводная труба которой страшнее для них сегодня любого наводнения. Небольшой рычеек, мирно стекающий через участок пенсионеров, на днях превратился в бурлящий поток, который вмиг унес половину огорода. А сегодня, даже после спада воды, грозит обрушить дом и все, что осталось от надворных построек. Пожилые люди просто боятся ложиться спать. Оно все валится, вот все оползни, идут, если еще будут дожди, нас унесет. Администрация поселения намерена обратиться с просьбой о помощи пенсионерам к руководству железной дороги. Что можно сделать? Это лотки, скорее всего, для вот этот ров, уже трубы, я думаю, они не помогут. Лотки нужны, чтобы их установили. Сейчас каждый пострадавший поселок и каждый пострадавший дом взяты под особый контроль. Все службы района мы готовили к наихудшему варианту развития событий. Это были подготовлены у нас техники, были подготовлены средства для эвакуации, благодаренные населению района. Все отнеслись с пониманием, не было паники, не было, все было организовано. И самое главное, люди были готовы оказать посильную помощь. Ситуация в районе стабилизировалась. Реки постепенно возвращаются в прежние русла. Жители пострадавших сил надеются, что таких сюрпризов по-венециански нынешнее лето больше не принесет. А синоптики тем временем в ближайшее время вновь ожидают дожди. Любовь Хорошев, Уатна Серли, Вести Чита.